Приветствую вас, Лера. Я думаю, что вы описываете очень деструктивные отношения, деструктивную модель отношений. Вот. И дело здесь скорее, знаете, вот не столько, наверное, в треугольнике, да, то есть зеркопы вы илитеран, а дело в том, что вы в принципе, вот именно что в принципе. Ну, в принципе, вступили в такие отношения, такие вот созависимые, да. Вот. И в этом основная проблема заключается. То есть здесь дело не в треугольнике кармана. Вот. Здесь дело именно в том, что, ну, в том, как вы себя ведете. Здесь дело в том, как вы себя позиционируете с мужем, как вы его воспринимаете и так далее. Вот. В этом, наверное, одно момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, естественно, не только. Но это, ну, начать, пожалуй, нужно с этого. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание, это момент, где, по моим ощущениям, вы пытаетесь в мужу найти какую-то вот, знаете, опору, да, то есть вот, по вашему мнению, должен быть служить для вас опоры. Вот. Ну, может быть это и так, конечно, но... Проблема в том, что, когда человек, вот я по опыту вам могу сказать, что, когда и если человек, к примеру, ищет такого вот, такой вот опоры, как быт, что, что, эмм, что, эм, эм, у самого поведения, именно вот, у него, у самого, такое поведение, как будто он уже опора э-э-э, грубо говоря э-э, ну, как будто бы нужна опора, там, для себя. Понимаете, такая штука. То есть вы, ну, по факту вы, как бы, проецируете на него то, что делаете сами. Вот. У вас, конечно, есть тревожность, и тревожность у вас есть, достаточно сильно, и достаточно сильно ощущается. Тревожность достаточно сильно чувствует, что эта тревожность у вас присутствует, достаточно сильно ощущает, что вам как-то вот тяжело в этой ситуации. С чем связана тревожность, по большому счёту, с тем, что человек себе не доверяет. Вот по большому счёту, с чем связана тревожность. То есть если вы сами себе не доверяете, то как раз такие, вполне естественным образом, будете и проноивать, и тревожить, и контролировать, и контролировать. Ну просто, опять же, просто потому что только так можно обеспечить некий такой контроль, некую защищённость. То есть вы глобально не доверяете себе. Входя из вот этих моментов, которые вы описали, да, то есть входя из того, что вы, ну, озвучили, вы поедете в будущем, вы как-то вот в некоторой степени, на мой взгляд, вы одержимы будущим. Вот. И, как мне кажется, что это может быть достаточно серьёзной такой проблемой. Потому что если человек живёт в будущем, он не живёт здесь и сейчас, когда человек живёт в будущем, он не наслаждается жизнью, которая, ну, которую он не видит, да, то есть он, ну, не может, не может наслаждаться. Жизнь не получается у человека, в таком случае, просто встал. Вот. И очень важно, соответственно, соответственно, для себя эти моменты выделить. Да, вы выделите, вот, что, как вы сами реализуетесь. Вот. Мне кажется, что чисто с поведенческой точки зрения, чисто вот если мы говорим о поведенческой какой-то позиции, то ситуация это выглядит так, что вы, ну, нуждая, как бы нуждаясь в семье, вот, как бы увидев шанс, увидев для себя возможность, шанс, значит, ну, шанс, вот, добиться того, чего вы хотите, получить то, что вы хотите, да, да, так вот, ну, грубо говоря, а вы стали действовать крайне, я бы сказал, агрессивно, да, и стали, ну, мобилизовывать все свои силы на то, чтобы у вас получилось, вот, то, чего вы хотите. То есть, ну, грубо говоря, а, ну, мобилизовывать все для того, чтобы реализовать то, что во мной, а именно, вот, какую-то защищенность, какую-то семью, вот, ну, что-то такое. В этом бы нуждаются, как мне кажется. Вот. Хотя и, понятное дело, что вы не задавались вопросам, по типу, почему мне это нужно, и с чего я решила, с том, что мне это нужно, ну, и так далее. Дальше. А, значит, вы жертва, как и ваш муж тоже жертва. Где-где я ошибаюсь? Вы ошибаетесь в том, что не выражаете в реальном времени свои чувства, вы, ну, не знаю, человек, то есть, ну, по факту боитесь сказать, вот. В принципе, все, что если, если и когда человек, ну, вот, боится потерять, да? Вот. А если есть такой страх, вот, страх потерять человека, эээ, а вам плохо от того, что, ну, от того, что вы можете его потерять, а вам это плохо. Эээ, так вот, если, эээ, вам плохо от этого, то, как бы, независимость это не свобода, эээ, к моему большому, к сожалению, и, соответственно, это уже не естественная такая вот модель поведения в отношениях, вот. Поэтому можно сказать, в принципе, что ошибка, даже ошибкой, в принципе, как таковой не является, это просто вы пришли в отношения, уже будучи, вот, в какой-то такой определенный, ну, в каком-то определенном состоянии, да, в какой-то определенной позиции, вот, вы пришли и, если говорить о воздействии, которое может, ээээ, ну, просто, негативно сказываться на отношениях, то это, ээээ, перекладывание ответственности на человека. Это родительская позиция по отношению к нему вынуждена, конечно, но, эээ, родительская позиция, она, к сожалению, к моему большому, к сожалению, она всегда такая, что эээ, родительская позиция всегда эээ, позиционирует себя, как, ну, как вынуждена, которая всегда вынуждена с определенной, типа я не хотел, не хотел, но так получилось. Дальше, эээ, мы сможем, эээ, почему это происходит не так, как я ожидаю, но здесь, может быть, эээ, совершенно разные причины, например, одна из причин, может, выключаться в том, что вы, ээээ, например, не отвечаете, не отвечаете за то, что делаете, то есть вы, ээээ, сами не реализовываете то, что вы хотите, вот, по причине, опять же, того, что вы не отдаете себе, себе отчет до конца, в том, чего вы, от чего вы хотите, вот, то есть такая может, такая может быть, может быть, эээ, ну, такой, может быть, ээээ, конфликт. Следующее, может быть то, что вы себе запрещаете, запрещаете себе, себе, эээ, то, что, то есть то, чего вам хочется, очень сильно, но идёт, вопрек. То есть этот момент, он такой, ну, достаточно реальный, то есть вы чего-то хотите для себя, вот, но вы себе это запрещаете. Просто запрещаете, вот, просто, просто, потому что, то есть хочется очень сильно, но идёт вопрек. идёт вопрек и вопрек, но достаточно мощный, достаточно сильный. Ээээ, значит, бывает такое, что, эээ, наличивает сверхсверхмотиватор. А что такое сверхмотивация? Это чрезмерное желание чего-то. Когда человек чрезмерно чего-то хочет. И в этом случае, когда человек чрезмерно чего-то хочет, его действия, направленные на реализацию этого, является неестественными. Дальше. Ожидания всегда идеализированы. Потому что, ожидания это одно, реально что-то другое. Тоже нужно понимать. мы сможем, ээээ, в браке 12 лет. Сейчас я ушла, ушла, сняла квартиру, кредит, живу очень экономно. Ну, 12 лет срок достаточно большой, того чтобы нет. И мне бы хотелось, конечно, чтобы вы как-то, может быть, раскрыли то, что вас объединяет. Что общего между вами, например. Что вас связывает? Как вы познакомились с третий? В общем говоря, вообще говоря, 12 лет это, ну, это очень мощный, точно долгий срок. И важно понимать, как вы к этому пришли. Важно понимать, как вы, эээ, в этом, ну, вот в этой такой, позиции, как вы, как вы, как вы, вы, ну, в этих отношениях, эээээ, что вас, грубо говоря, что вас удерживает и удерживает в этих отношениях. То есть здесь крайне важно раскрыть содержание наших отношений, именно содержание. Если содержание не раскрыли, то будут проблемы. Дальше. Сейчас я ушла. Из чего? Ваш уход, особенно с учетом того, что вы говорите о том, что вас можно вернуть товар, выглядит, ну, вот в какой-то степени. Манипулятивно. То есть выглядит этот стайл только так, будто вот вроде бы вы ушли, вроде бы вы ушли, но в то же время вы хотите, чтобы вас вернули. То есть, грубо говоря, вы здесь действуете не совсем аутентично, не совсем искренне, как бы, ну, чувство на базе, не совсем полно. И это, конечно, может быть достаточно серьезной проблемой. Ну, не менее важный момент заключается в том, что вы ушли, потому что, как сами говорите, не можете больше терпеть. То есть терпели, 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 терпели. А теперь уже больше терпеть не можете. То есть это достигло критической точки. политические точки, когда вы себе разрешили, когда вы себе разрешили, а вот, собственно, что-то, чего, может быть, хотели бы, хотели всегда, но вот не разрешали, потому что, к примеру, боялись, может быть, что-то, что-то еще, вот, это вот такая история, не является ли ваш уход от мужа чем-то таким манипулятивным, чем-то таким, таким, не тем, чем они являются на самом деле, вот. Сейчас я усложняю квартиру в кредитах, вы очень экономны, пишите, пишите вы. Знаете, у меня не питает ощущение, что вы считаете, что так, что таким образом вы жить не должны. Вот, вы не должны жить так. Вы не должны снимать квартиру и, ну, как бы, отдельно жить с... сама собой. Что-то вот такое чувство несправедливости, которое имеет место у вас быть, делает вас жертвой. То, что вам может быть тяжело, непривычно, обидно. Ну, из-за того, из-за того, что вы в такую ситуацию попали. Ну, это только усугубляет происходящее. Вот. Дальше. Мужа люблю, что вы понимаете под любовью, что вы чувствуете под любовью. Какую направленность имеют ваши чувства? Я не могу больше выносить оскорбления и унижения проклятием моей родни. Ну, оскорбления и унижения, они появляются внезапно, да? Оскорбления и унижения появляются постепенно. Вот. И, соответственно, ну, как бы, с одной стороны, вы, как бы, позволяете человеку так вести себя с вами. Например, с другой стороны у вас это в какой-то степени вызывает. То есть, вот тут две стороны одной. Что называется медаль. То есть, именно две стороны одного медала. То, что делает с нами, ну, я имею в виду, с человеком, обид. Что обид на остальной стороне покатывает, демонстрирует. Слабым это. А вот, ну, например, вашим. То, что вас выдает. То, что вас напрягает. То, что растраивает и может быть вас. Вот. То есть, это, ну, по сути, это то, с чем вы не можете справиться. По сути, это то, что вы, может быть, ну, не способны принять в себе. Вот. То есть, как бы, то, что вы себе отрицать, то, что вы себе, ну, то, что вас воздевает. Так или иначе, как-то. С другой стороны. С другой стороны. Оскорбление, унижение. Это, это недопустимое поведение по отношению к вам. То есть, это такое поведение, которое не позволит. Не позволит исходя из ваших ценностей. Но вы себе можете, как бы, позволять человеку, к вам так относиться. И вопрос здесь заключается в том, почему вы позволяете. То есть, ради чего вы позволяете. То есть, ради чего вы позволяете себя унижать от корпуса. Да. Вот. Ну, в принципе, в принципе, когда вы говорите про, ну, оскорбление ваших родных людей, я понимаю, что, ну, ценности ваши семейные, да, они достаточно важны, вероятно. Вот. И, вероятно, вы зависите от, в какой-то степени, от этих самых, ну, семейных ценностей своих. Вот. В которых именно зависит. То есть, это не то, что касается выбора самостоятельного. Это именно зависимость. Зависимость. То есть, нуждаемость в этих самых ценностях. Дальше. А, значит, потом изменения, все по кругу. Ну, здесь, когда человек оскорбляет, потом, потом взрывается, здесь, конечно, здесь, конечно, можно говорить о статомазохистических отношениях, да, то есть отношения, при которой, когда-таки, вот эта вот горка, ну, горка хорошо-плохо, она является единственным способом существования, к сожалению. Вот. И, как бы, ну, избежать этого, наверное, нельзя. Нельзя. От слова сэрса. Вот. Ну, повторюсь. 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 Крайне важным моментом в этой ситуации является то, что мы выбрали, такую позицию вы выбрали, такую модель отношений, вы, ну, вы выбирали ее, такую модель отношений, как бы, снова и снова. Вот. И теперь, получается, обвиняете своего мужа в том, что он себя так вел. Ну, хотя, как бы, именно вы, именно вы выбрали такую модель поведенную. Вот. Так что, здесь, конечно, желательно, желательно постараться отграничивать, отграничивать вот эти вот вещи, что, правда, очень важно и нужно, да, что есть ваша позиция, есть ваша, ну, ответственность, а есть ответственность, как бы, и мужа, ну, вашего мужа. Вот. И. А. Как бы, вещи, это все-таки немножко разные. Так. Эээ, значит, эээ, извинения опять же для чего-то нужны ему и для чего-то нужны вам. Я бы сказал, что это манипулятивные отношения, в основе которых лежит, эээ, отсутствие близости. То есть, это отношения людей, которые позволяются близости. Вот. Вы боитесь близости. Так. Эээ, я полтора года не приносил ему же денег, раньше работали, мне все деньги получали муж. Ну, видите, если вы, эээ, позволяете человеку так, да, то есть, не важно, какие-то объяснения, ээээ, ну, аргументы, в смысле, всегда, всегда, всегда найдутся. Вот. Если вы, эээ, позволяете ему еще вести себя так, то, ну, а почему бы нет? То есть, почему бы, ну, почему бы ему так себя не вести? Эээ, вот. Почему он должен менять свое воспроизведение, да? То есть, тут вот мне, эээ, несколько, ну, несколько, несколько, не знаю, логика. Ваша логика, по крайней мере. Вот. То есть, вы думали, что, вот, пока у него тяжелая ситуация, ну, пока тяжелая ситуация, это что такое? Ну, выбор, по сути, дел. Вот. Тяжелая ситуация, это выбор. Вот. И, соответственно, если, эээ, если в тяжелой ситуации человек себе что-то позволяет, ну, вероятно, позволит себе это и в любой другой ситуации, ну, просто там, потому что, эээ, почему бы нет? Вот. То есть, опять же, как бы, здесь вы, эээ, по моим ощущениям, эээ, как будто вы игнорируете, вот, именно, эээ, ваш выбор. То есть, то, что это вы выбрали. Вот. То есть, это вы, как бы, решили сделать, вот, ээээ, ну, своему мужу, такой, можно сказать, подарок. Вот. Вот. А потом обвинять его в том, что он не оплодал ваших надежд. Потом требовать от него, чтобы он, эээ, ну, вел себя по-другому, вел себя иначе. Вот. А все это из-за чего? Это из-за сверхмотивации, из-за того, что для вас. Значит, конечное целое. Может быть, это из-за, в том числе, эээ, страха будущего. Вот. Ну, это нужно выяснять. Дальше. Я думаю, это сложный этап. Надо подышать мужу. Ну, сразу. Да? Вот. А как он для вас жил? Ну, для ничего, это норма, это весь период. Так вот. Муничество не взял денег дополнительно, не придаваться подрабатывать. Ну, правильно. А зачем? А тут, эээ, понимаете, тут важно немножко, эээ, другое, как мне, эээ, думается. А, тут важнее, эээ, скорее-скорее, эээ, то, эээ, вот, знаете, ээээ, что, ээээ, ну, вам, вот, лично вам, там, такое ощущение, что, эээ, деньги, ну, вообще, вообще, ну, не нужно, вот, вот, такое ощущение сложилось. Ну, муж может, там, подозраться в программе, да, я буду отдавать деньги мужу, вот, а мне, не, 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 я, не обойдусь. Ну, это вот так это звучит. То есть, вы что-то зарабатываете и отдаете деньги человек ради семьи. То есть, ради семьи происходит обесценивание себя. А, не пытался так, там, все совместно, здесь сильно помогает его мама дико, но мне прицелно, потому что мама, эээ, дает больше, чем зарабатывает муж. Здесь, здесь я бы, наверное, спросил бы, так, а что делать? Дело все только в количестве денег, ну, то есть, давать именно количество денег возьмем, а не то, например. Что вы, ну, чуть, да, чуть дальше описывать. То есть, если речь идет именно о деньгах, да, если речь идет именно о деньгах, а так, количестве денег. Ну, это, я думаю, что особенность вашего, чисто вашего восприятия. Если, если, эээ, о том, что он, там, например, вот, как вы пишите, она не хочет потом помогать, но он ее заставляет угрозами своей цели. Ну, вот, это манипуляция, да, и это вот уже образ морального принятия того, что происходит. Я не знаю, как спасти семью. Ну, что такое семья? Семья – это социальный институт. Что просто социальное образование. На самом деле, отношения строят люди. Если у вас нет отношений, ну, если у вас неудовлетворительные отношения, вот. То есть, опять же, если вы хотите спасти семью, ну, совершенно очевидно, что ради себя. То есть, вот, нужно именно вам, в первую очередь, что вы хотите сделать. То вам нужно. Понятно, какая штука. Вы в этом нуждаетесь, в том, чтобы спасти семью. Вот. Ну, и здесь вы спросите, но по большим счетам вы жертвы, потому что вынуждены это делать. Так, про себя странник, который контролирует, сколько он работает. Ну, опять же, нам здесь просто прикладывать ответственность за свои стройки, за свои желания на человеку. Ну, вот, ты должен, ты обязан и так далее. Кто сказал, что должен, кто сказал, что обязан. Может, да, да, обязан нет. И, соответственно, подавление и агрессия. Связано это может быть не только с тем, что он так реагирует на чувство вины и стыда. Собственно себя за свою деятельность. Но, главное, это может быть еще и с тем, что человек, эммм, искренне не понимает, почему. Иначе, с самого вы не понимали его. Так, так, как он идет. А теперь, теперь, теперь и стало. Что изменило. Так. Я не могу понять, что мне делать. Ну, что мне делать, чтобы что? Нужна какая-то цель. К примеру, за эти полтора года я не приносила средства. Что я не приносила средства. Хотя, потому что обрабатывал немного. И один раз помогла декану. Я наблюдал, как муж будет решать проблему. Почему именно муж? Почему наблюдала? Ощущение, что вы его и впитываете. Ощущение, что вы проверяете его. Значит. Притом, что он явно не тот человек, который вы хотите видеть. И вы упорно отказываете это признавать. Чтоб, что мужчина вдруг уходит. Так. Он делает проект. Один проект в месяц. Остальное время в день не продолжает сидеть. Пока. Одного раз тихоря заглядывал, что там происходит. Зачем? Для чего? Ага. Откуда такое неуважение к выбору человека? Да? Именно к выбору. Как поступать, как действовать. Ага. Откуда такое неуважение к выбору человека? Там 330 вкладок чего угодно, но оставьте в направлении менять финансовую сторону нашей жизни совместно. А зачем? Вот ответьте себе на мой образ. Зачем мучим менять вашу финансовую сторону? Жизнь. Для чего? При этом другой город что-то попробовать. Денег нет всегда. Или условия проживания не в том городе. Должна быть боевой подругой, приносить на уровне с ними, на ночь с ним никто и много других очень тяжелых слов и оскорблений. Ну про тяжелые слова я уже сказал. А про то, что человек вас принимает условно, это очевидно. Это факт. И важно понять, опять же, как вы сами относитесь к этому условному приняту к себе. На вопрос, какие у нас планы, как он планирует и что? Вот видите, у нас, у кого у нас, как он планирует. Вы, вы, где? Вас в этой ситуации нет. Чем меньше вы полагаетесь на себя, тем больше вы, вы, манипулируете. Ага, на вопрос идут унижения. Ну потому что это непринятие, это обвинение. То есть вы, эээ, бесконфликтно общаться не можете. Мы расстались, когда мы расстались? Полтора года назад, а потом он вернул меня. Ну, опять же, опять же, опять же. И что значит? Он вернул вас, вы же не вещь, чтобы вас возвращать. Это вы издельный выбор вернулся. Но чтобы стараться, приятно меня удивить. Ну опять же, да? Вы в такой родительской позиции. То вас нужно завоевать, то вести с вами себя как с покорёнными. Вот это проблема, что вы позиционируете себя так, что вас нужно завоёвывать и покорять. А потом, общаться с покорёнными, но не как с равными. То есть, равных, эээ, равноправных отношений выстраивать. Вы не умеете, судя по всему. Ну, вы не чувствуете себя равным. А на те отношения, которые получаются, вы не согласны. Дальше. Сказаться бы стараться, но пока это не будет. Потому что, опять же, у вас ожидания. И это неравные отношения. Я не понимаю, почему так будет происходить. Но я объяснил. Мне 33 детей нет и не ожидается. Ведь мы живём на шее у мамы в вины счастья. Зарабатывать не меня боюсь. В их не идёт. А уже с этим зарабатываю. У меня деньги уходили к иммунодейству. И описывать свою нереализованность. Про свою тревожность. Недоверие в себе. Отрыв от собственных чувств. Верховерные некоторые комплексы. Вот. И это всё про себя. Вот. Наши помощи. Поможем. Выбирайте специалиста для терапии и поможем. Он как вода. Так не видит. Вы обвиняете можно по тому, что он не верит обещание. И бывает обо всём. Ну, опять что-то. Идеальные условия для того, чтобы параноид. Вы включали паранойю. Всё контролировали. Потому что, повторюсь, вы не доверяете себе. Повторюсь. У вас нет цели. Смысла. Своего собственного глобального смысла жизни. Своего собственного дела. Свои собственные глобальные цели. не связаны со семьёй. И напрямую с конкретными людьми. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи.